Утренняя молитва в нашей Киевской архиепископии. Сейчас я в Петербурге. Провожу здесь трансляцию. Слава Богу! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Благоставляю всех вас, братья, сёстры, дорогие друзья. Благоставляю. Светлана пишет шалом, шалом. Мир всем вам. Аллилуйя! Благоставляю. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Благоставляю вас всех, возлюбленные братья, сёстры. Приветствую из Петербурга, с северной столицы. Сегодня имею возможность продолжить такие трансляции. Вот, всю эту неделю до субботы включительно буду по утрам вот так подключаться. Вновь, значит, и совершать хлебопроломление вместе с вами. Про скамейки уже совершил я, то есть приготовление, всё это. Вот, у меня здесь хлеб, плод виноградной вазы. И приготовляюсь к причастию тела и крови Господа Иисуса Христа. Вот, и сегодня продолжаю молиться, в общем-то, о том, о чём вчера я публиковал, как раз уже всё, и говорил утром, тоже вчера. Молюсь о духовном пробуждении православных христиан. Дело в том, что вот вчерашний этот праздник, покрова Пресвятой Богородицы, так называемое вот празднество, вот, это большое такое заблуждение, к сожалению, в умах миллионов православных христиан. Вот, открываю православный календарь. Здесь скачал тоже такой православный календарь, ну и даже несколько календарей скачал таких. Вот, значит, и вот, вчерашний день, открываю, покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Преснодевы Марии. Вот, и здесь, на, кстати, вот, песнопение здесь приводится тоже. Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо за нын молятся Богу. Ангелы с архиереей поклоняются, апостолы же с пороги ликовствуют. Ну, знаете, да, ещё вот в конце здесь, в конце. В праздник Покрова написано здесь, молитва, но я уже давно не молюсь никому, кроме Бога, только Богу одному. Не молюсь никому, только Богу одному. Вот, значит, и с 96-го года я уже не молюсь никому, только Богу одному. И, значит, но вот такая молитва, такое обращение. Когда-то я молился, давно уже, да, тогда, в начале 90-х, будучи священником традиционной православной церкви, я молился тоже такими же молитвами. Помяни нас во Твоих молитвах, Госпожа Дева Богородица, да не погибнем за умножение грехов наших. Покрой нас от всякого зла и лютых напастей, на Тябо уповаем, и Твоего покрова праздник чествующий Тя величаем. Ну, там еще и другие приводятся тоже. Ой-ой-ой. Очень много таких, к сожалению, страшных заблуждений, даже вот в одной этой молитве прочтенной. На самом деле, лишь Господь, Иисус Христос, является ходатаем, посредником, первосвященником Нового Завета. Слава Богу! Вот, и обращение вообще, кому бы то ни было, помимо Господа, это действительно грех. Многобожие. Израиль в своей истории, народ Божий, много выстрадал, знаете ли, много настрадался из-за непослушания заповедям Божьим. Для многих заповеди Божьи кажутся чем-то обременением каким-то, обременительным, но на самом деле это не обременение. Бог дал заповеди не для того, чтобы сделать жизнь нашу хуже, а наоборот, чтобы сделать жизнь нашу лучше. Чтобы скорректировать наш путь земной, чтобы помочь нам. Это ограда, защищающая нас, вот, как бы, а не, знаете ли, порабощающая нас. Это так, на самом деле. И самое первое, заповедь, если брать из десяти заповедей, вот, есть заповеди, конечно, там, ритуальные, там, обрядовые, которые уже не имеют над нами никакой силы и в нашей жизни, потому что мы живем в Новом Завете уже, значит, и Агнец Божий Иисус Христос, он принес себя непорочного Богу. Вот, и, в общем-то, вот, воспоминания, как раз, чего мы и совершаем, такие, хлебопреломление ямы, говорим, да, причастие Евхаристию совершаем. Вот, и действительно, это чудо, слава Богу, нашего спасения через кровь Иисуса Христа, через его ломимое тело. Вот, и, но, десять заповедей были начертаны, во-первых, самим Богом, не просто человеком, а Богом самим. И, знаете, друзья, первое, что, значит, было начертано Богом, это, чтобы мы поклонялись только Ему, поклонялись только лишь Господу. Ну, давайте прочтем, потому что сейчас я открою здесь, вот, книги Ветхого Завета, как здесь они подписаны, Исход, 20 глава, книга, Исход, 20 глава. И изрек Бог все слова сии, говоря, Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, Да не будет у тебя других богов при лицом моим. Первая заповедь здесь, в этих вот стихах, второй и третий стих, это запрет, ну, так вот, ну, объяснение такое есть, да, запрет многобожия. Ну, можно по-другому объяснить сегодня уже эту заповедь. Не просто как запрет, да, многобожия, а именно как откровение божественной любви. Только Он, только Он, только Он для нас. Никто другой, только Он. И, знаете, вот, даже когда мы причастие совершаем Евхаристию, да, мы этим самым подчеркиваем, что только Господь наш Искупитель, только Он наш Спаситель, только, действительно, через Его Святую Кровь мы приняли спасение, жизнь вечную, бесконечную. Слава Богу! Аллилуйя! Вот, и, то есть, сама даже Евхаристия, причастие подчеркивает вот эту божественную любовь. Я вот даже здесь вот поставлюсь поближе к вам. Вот, я молюсь сегодня о том, чтобы пали всякие эти путы многобожия. Знаете, какую страшную работу производят многобожия в христианстве, в частности, вот, закрывает от людей Божью истину, Божью любовь, Божье спасение. Закрывает от людей Божью эту благодать. И я это по себе знаю. Я говорю не только о том, что, как бы, где-то прочитано мною, я говорю о том, что пережито. Потому что я сам был некоторые годы моей жизни, моего христианства, вот, православного моего христианства. Я был многобожий, к сожалению, по сути многобожий. Я не понимал этого. Ну, как бы, вначале понимал, а потом, когда, знаете, вот, ну, грешить стыдно, когда, там, первый раз, там, или первые разы, когда грешить стыдно, когда, ну, ты один грешишь. Вот, а когда уже не первый раз, и когда уже это много раз, и когда это тем более все делают, и тем более все это оправдывается всем скопом, и говорится, что это хорошо, наоборот, ну, как бы, начинаешь сомневаться, а правильно ли я вообще стыдился. Вот, а может быть, так оно и надо, на самом деле. Вот, и вот такая была моя история грехопадения. Вот, я имею в многобожие грехопадения. Потому что в 87-м, в 88-м годах, когда я начинал служение в традиционном православии, я был тогда чтецом. Ну, в 87-м это было, ну, де-факто, а де юре, с пострижением чтеца, значит, и подиаконствовал, значит, и как чтец, и как панамарь, уже на зарплату, уже на полное время, это уже начало 88-го было года. То есть, достаточно времени прошло уже, уже больше 30 лет прошло. И, знаете, с момента начала моего служения в православном храме, в православии, за эти 30 лет уже, ну, много, как бы, определенного есть уже, ну, пути пройденного, опыта. Так вот, и первых 9 лет, к сожалению, моего христианства, православного, церковного, религиозного, я вот в этом многобожии находился. Поначалу, 87-й год, начало 88-го, как раз вот, тогда, 31 год назад, я, ну, будем так говорить, стыдился еще. У меня еще, слава Богу, еще совесть была не прожжена тогда. Вот, и я еще стыдился тогда молиться кому бы то ни было, помимо Господа. Мне было стыдно, честно говоря, молиться, ну, пред лицом Бога, молиться кому-то еще, молиться Матери Иисуса Христа, называть ее странным для меня тогда вот этим термином Богородица, Царица Небесная, молиться другим святым умершим. Все это было как-то чудно и странно, тем более это все очень перекликалось с темой спиритизма. Дело в том, что, значит, пережив встречу с Богом в 13 лет, значит, я вскоре после того, будем так говорить, открыл для себя Библию. После этого я буквально через несколько месяцев, я уже открыл для себя Библию, вот, и... Сейчас Библия, пожалуйста, на телефоне, и не одна, там разные варианты перевода, и в компьютере Библии, и в печатные варианты классические, пожалуйста, если вот есть даже две Библии у хозяев вот этой квартиры. Да, слава Богу, благодарю Бога Всемогущего за возможность эту вот предоставили они мне. Всю неделю я здесь вот, на этой квартире, здесь в Петербурге, вот, и имею возможность и молиться, и вот, и трансляции делаю такие, и работать над книгой, слава Богу. Вот, дома, к сожалению, не имею такой возможности трансляция делать ни по утрам, ни вечерам не получается, потому что мы живем там в очень тесной квартире, в Туле, значит, Хрущевская квартира. Вот, там три комнаты, как бы, но одна проходная, поэтому, по сути, две комнаты там, вот, значит, и, значит, ну, восемь человек, поэтому не получается никак вот по утрам проводить трансляции такие. Привет вам с города Кадыш, Польша. Иван Левко, слава Богу, привет Польше, всем святым в Польше, радоваться. В молитве вспоминал я Польшу как раз вот сегодня утром уже, вот, молясь, да, вспоминал Польшу, мне пришли еще сообщения как раз в Польше, с польской общины, мессианской, еврейской, да, так что молились тоже Польша, вот, и свидетельствую, я в Польше когда служил, кстати, в Варшаве, в церкви Шпиглиц, у пастора Степана был в гостях там неделю, и у них служил в церкви, вот, и нам на польском радио, там, значит, там, мне давали эфир, ну, там, светское радио, ну, там есть там церковные программы, в польской культуре, слава Богу, очень, так вот, много религиозного такого переплетено, приглашают священнослужителей, вот, и я был тоже, вот, всю неделю там, значит, каждый вечер по часу у меня было времени, ну, с переводчиком, конечно, я польским так не владею языком, вот, с переводчиком, значит, и мой голос приглашали, значит, а переводчика в голос делали громче, вот, и, ну, вначале я только по-польски там приветствуюсь, обычно пел какие-то песни, вот, как раз время было к Рождеству, я пел такие рождественские эти песни, там, не помню сейчас всех, там, значит, этих псалмов я читал, там, по себе выписал в русской транскрипции, те песни, значит, пел, там, значит, их, значит, и все, потом выступал на радио, и во время выступлений, конечно, были разные вопросы, но как православный священнослужитель, как реформатор, я, конечно, говорил, ну, о своем, говорил о том, к чему Бог меня призвал, как раз к служению реформаторскому, я говорил, что и у наших братьев-католиков есть тоже эти проблемы, значит, в принципе, всем нам нужно их решать, рано или поздно, каждому я веду, в отдельности, христианину, независимо от того, кто он там, православный, католик или протестант, каждый с этим, знаете, все равно сталкивается рано или поздно, проблема многобожия, вот, кому ты молишься, кому ты взываешь, знаете, вот, пережив встречу с Богом, в 13 лет я открыл для себя вскоре после воскресения своего и чудесного возвращения с того света, будем так говорить, более реального света, более реального мира, в этот реальный мир, вернувшись, воскреснув и исцелившись от Бога, пережив такие чудеса, вскоре после того я пережил шалом из Полтавы, Алексей, приветствую, в Полтаве всех святых, радоваться был там тоже, но давно продолжил тоже, вот, в январе, даст Бог, снова буду у себя в Киеве, в нашей церкви, вот, буду рад и у вас послужить тоже, слава Богу, приглашайте, вот, значит, и так библейски строилась моя вера, потому что находил, ну, первая моя Библия была, это книги по научному атеизму, перечитывая книги по научному атеизму, я, значит, находил там места из Писания, и потом настоящей была Библия у меня, уже, вот, да, уже 84-й год, 85-й год уже, уже с друзьями, художниками тоже, тогда учился в училище художественном, и, знаете, вот, слава Богу, один мой товарищ по училищу художественному достал мне Библию, ну, вначале на время доставал, вот, потом я имел возможность обрести уже настоящую Библию уже, вот, по тем временам за бешеные деньги, там 120 рублей, когда зарплата была у моей мамы, 70 рублей было, вот, значит, но я откладывал, копил, копил, значит, постился, вот, в общем-то, все деньги откладывал, значит, и потом смог приобрести, купить эту Библию, вот, и, значит, жил этим словом, и, знаете, как ни странно, это звучит, сейчас, но, воцерковившись, приходя в православие, и начав служить в православной церкви, до того я не знал никакой церкви вообще, вот, значит, только вот я, Бог и Библия, все, как бы, и мне было достаточно, но, я понимал, что, как бы, мне нужно как-то приобщаться к церкви, мне нужно как-то быть в церкви, вот, значит, и никакой другой церкви у нас не было, кроме православной церкви, поэтому мой путь был, как бы, заказан, я шел по этому пути, я пришел в храм, значит, ходил в храмы, был на служениях, на службах, но, знаете, поначалу никак не ассоциировалась, вот, церковь православная для меня, вот, с тем Богом, с которым я пережил встречу, с той Библией, Библией, которую читал, вот, очень трудно, мне это больше напоминало, православное служение, больше напоминало, театр, вот, значит, ну, как Гоголь, помните, писал, да, в размышлениях о божественной литургии, писал, что православная литургия у нас превратилась, говорит, в хорошо отрепетированное театральное действие, вот, и мне она тоже напоминала, хорошо отрепетированное театральное действие, вот, и никак не ассоциировалось вот с живым Богом, но, думаю, что я самый умный, что ли, значит, надо как-то переломить себя, видимо, как-то что-то понять, вразуметь, я воцерковлялся, и один из священнослужителей, я его очень сильно так зауважал, потому что с другими пробовал поговорить о Боге, о Христе, вот, священники отмахивались, и было видно, что это им совершенно неинтересная тема, вот, но, как я понял, люди невозрожденные совершенно, ну, они не знали Бога, вот, но нашел, тем более у них жизнь, это вот эта вот такая ярко аморальная такая была, но в советское время, вот, как бы много таких было священников, к сожалению, вот, у нас, и, значит, и, но я по разговорам бабушек слышал, что там, там, в том храме, что вот есть такой отец Иоанн, значит, все летом в Лепешкино, думаю, надо найти его, этого священника, и о нем молва такая хорошая ходила, что он, значит, такой не пьющий, не гулящий, и такой верующий, и молится за людей, значит, ну, как бы настоящий священник, вот так они говорили, думаю, хорошо, найдем настоящего священника, и вот тогда я приехал, значит, нашел все летом, там не было никакой даже дороги, там по грязьюки надо было идти, несколько метров по грязи, по бездорожью, нашел, значит, этот храм, был в этом храме, мне очень понравилось, пусть там не было дороги, пусть там было бездорожье, это было село, но, зато, знаете, вот, ну, священник, было видно, что он человек верующий, на самом деле, он выслушал меня, поговорили мы о Христе, о Боге, вот, и он не отмахивался, было видно, что ему это интересно, и он сам этим живет, вот, и это прекрасно, знаете ли, это прекрасно, и, но, к сожалению, не только хорошее, не только хорошему я научился от этого священника, но и многому плохому, к сожалению, и вот самое плохое, чему я научился тогда, это вот молиться, разного рода святым, в частности, к Марии, к Матери Иисуса Христа, называть ее Богородицей, и прочее, 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 потому, что этот священник тоже этим жил, и в отличие от других священников, от городских священников, он жил этим искренно, и этой искренностью он меня заразил, подкупил, будем так говорить, знаете ли, заблуждение, оно подразумевает искренность, ересь, то дело плоти, а вот заблуждение, это действительно, везде в Библии подразумевается искренность заблуждающегося человека, невежества, и прочее, вот, и тогда вот, в начале 88-го, в конце 87-го, начало 88-го годов, я, к сожалению, отступил, по сути, от слова Божьего, стал отступать, все дальше и дальше, особенно с 91-го, став священником, в русской православной церкви, я, во все тяжкие пустился, то есть, я молился, кому только я не молился, я молился, к Богородице, ко всем святым, к ангелам, и я делал это искренно, я делал это искренно, я полагал, что это служение Богу, что это правильно, православно и прочее, прочее, и благодарю Бога всемогущего, что недолго продолжалось это мое безумие, это падение, и благодарю Бога, что в 96-м году Господь до меня достучался вновь, и те вопросы, которые я в 87-м, в 88-м годах, ставил перед священниками, я спрашивал отца Иоанна, в частности, отец Иоанн, батюшка, подорогой, пожалуйста, объясните, почему, говорю, мне нужно молиться кому-то еще, но как-то это стыдно, мне даже было тогда, рот открыть свой, просить кого-то еще на стороне, помимо Господа, вот, я любил Господа, я любил Слово Его, но перед Его лицом, молиться кому-то еще, умершим, каким-то, ну, матери, Иисуса, ну, понятно, уважаемая женщина, да, мы ее любим, значит, ценим, значит, уважаем, но, молиться, ну, это уже перегиб, это уже перебор, уже, знаете, вот я так полагал, и объяснял этого священника, ну, и мне тогда, я сам помню, много чего объяснял, один из примеров, ну, одно из, один из его методов убеждений был такой, он говорил, что, ну, Сероша, он меня Сероша называл, потому что он западной Белоруссии, и он говорит, Сероша, ну, представь, ты, 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 самый умный, вот, церковь православная уже 2000 лет, вот так вот мыслит, и верит, и вот ты вот, откуда ни возьмись, вот, нашел Библию себе, значит, там, начитался, вот, и понял ее, по-свойски, вот, а церковь православная уже 2000 лет уже, вот, значит, мыслит вот так вот, ты что, самый умный, ну, будь как все, прислушайся, не, это гордость твоя, гордыня, ну, я думаю, может, правда гордыня, может, правда, что ты не так понял, значит, что я самый умный, что ли, как бы, это еще, ну, со школьных времен, звучало как проклятие, на уроках учителя говорят, ты что, самый умный, ну, это было как оскорбление в то время, в советское время это считалось как бы оскорблением даже, но, как бы, хотя на самом деле это не проклятие, на самом деле, по Библии это благословение на самом деле, быть у самым умным, значит, ну, все шиворот на выворот, короче, в этом мире, к сожалению, и в церкви все не так, все не так, как надо порой, вот, и в 87-88 годах, к сожалению, я стал молиться, попробовал, поначалу было стыдно, я так в Тихомолочку где-то, ну, тем более в храме, там все молятся, Пресвятая Богородица, спаси нас, ну, я стал подпевать, так думаю, ну, вроде как бы, поначалу стыдно было, первые разы, ну, грешить вот так вот было, стыдно, а потом, вроде не так уж это и грешно, раз все так молятся, уже 9000 лет, думаю, ну, и я в это вошел, стал молиться, а потом, не только в храме, потом переборол себя и стал молиться, уже и, как говорится, келейно, дома, один-один, с Богом, но уже не только с Богом, я уже попросил прощения у Господа, но вот начинал молиться там, Богородица, к святым там, по молитвослову, прочитывал, вот, так что сегодня такая утром исповедь многобожника, вот, и по милости Господней, вот, назад к Библии, назад к Богу, в 96-м году Господь меня развернул, слава Богу, и сегодня я совершаю причастие Евхаристию с молитвой о моих братьях, я молюсь, вчера заходил здесь в храм православный, тоже, отстоял служение, литургию, хороший хор, священники старательно служат, ну, как бы, хороший храм, ну, все ухоженно, приятно, вкусный ладан, запах такой, да, вкусный, ну, все хорошо, как бы, да, но, и Бог проставляется, там, в целом, ну, там есть же слова, там, слава Отцу и Сыну Святому Духу, в конце концов, там, что-то еще поется, Царю Небесное, там, там, что-то, ну, благоставено царство, там Отца и Сына Святого Духа, все, но, с другой стороны, больше половины всех молитв, однозначно, это, Богородица, Богородица, Покров, Покров, все, 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 икона Богородица, люди целуют эти иконы, но, по поводу идолопоклонства, это отдельная с темой, это уже вторая уже заповедь, нарушение второй заповеди, любви Божьей, 10 заповедей Божьей любви, они, действительно, на все века, для нас, заповеди Божьей любви, божественной любви, божественной благодати, милости, потому что по любви своей, Он нам дал это слово свое, вот, спасибо тебе, Господь, и молюсь за своих братьев, молюсь за всех православных, священнослужителей, вот, за, о том молюсь, чтобы тысячи коллег моих, священников, диагонов, там, епископов, архиепископов, митрополитов, патриархов, чтобы действительно обозрели на того, кто есть наш Спаситель, Господь, и как еще Мартин Лютер говорил когда-то, что он понимать и разуметь то, что, что, благостовенное утро, пишет, Данил, из Херсона, с любовью, всем привет, привет всем Херсоне, всем святым радоваться, Аллилуйя, и слова Мартин Лютер хочу вспомнить перед причастием сегодня, вот, который говорил как раз, что, понимать, что Иисус Христос есть Господь, Спаситель, наш, для всех, это как бы одно, но это не спасает, он говорил, это не спасительно, но понимать то, что Иисус Христос, Господь, Спаситель, мой, лично мой, Господь, лично мой Спаситель, вот это уже спасительно, действительно, спасибо тебе, Господь, за все, благодарю тебя, Бог и Царь мой, благодарю тебя, за жизнь вечную, благодарю тебя, за спасение, за благодать его, благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков, аминь, аминь, слава тебе, Боже наш, слава тебе, царю небесный, утешителю, дух истины, ты, что везде пребываешь, и все собою наполняешь, сокровищница благ и жизни подателю, ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. Слава тебе, Господь, святой, великий Бог наш, благодарю тебя, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, лишь имя, сладчайшее имя, величайшее имя, Иисус Христос, ты мой спаситель, ты мой герой, ты мой Господь, ты мой Бог и Царь, благодарю тебя, и благоставляю великое имя Твое, слава тебе, Господь, и ты, Господь, на той последней вечере, ты взял хлеб в свои руки, и преломил, и сказал, это есть тело мое, Боже всемогущий, я благодарю тебя, за тело Твое, ломимое, за нас, за меня лично, за все человечество, и страдавшиеся, потому что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Твой божественный дар, благодарю тебя, Господь, за кровь святую Твою, пролиту на кресте Белговском, за кровь святую, которая и сегодня очищает нас от всякого греха, освобождает, благословляет, спасает, слава тебе, Господь, благослови, Господь, благослови, благословен Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли, аминь, благословен Бог наш, Царь Вселенной всей, давший нам плод виноградной лозы, аминь, благословен Бог наш, возлюбивший мир, и отдавший Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так Ты возлюбил этот мир, так Ты возлюбил меня, всех нас, что отдал свою жизнь за нас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя, Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, преломляем хлеб, сегодня с верой в Господа нашего Иисуса Христа преломляю слава Тебе, Господь, Бог и Царь наш. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Возмездие за грех смерть, а дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе, нашим. Спасибо Тебе, Господь. Телом Иисуса Христа, ломимым на кресте Голговском, кровью святой Иисуса Христа, пролитый на кресте Голговском, я спасен, исцелен, благоставлен, освящен. Аминь. Братья, преломим хлеб. Аминь, пишет Алексей, нет другого, как Иисус, Аминь. Надежда пишет, спасибо за истину, которая освобождает, Аминь. Написано, помните, да, Иоанна 8,32. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Спасибо Богу за церкви, что есть такие люди Божьи. Спасибо Алексею, пусть Бог благословит вас. Спасибо Господу за все. Благодарю Бога всемогущего за жизнь вечную, за Христа Иисуса. Помолиться за моего сына Валерия. Да, я читал сообщение, тоже, да, он в зависимости от алкоголя. От всякой зависимости Бог освобождает, от всякого греха, от всякого зла, от всего. Особождает, дает жизнь. Вот. И слава Богу. Аминь. Спасибо Господь. Спасибо. Спасибо Господь за Голгофу и за кровь. Я Тебя благодарю за воскресенье Твое, за победу Твою. Аминь. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу единому, Наталья пишет, да. И Валентина тоже подтверждает, что спасибо Господу, что Господь освобождает от всякого греха. Аминь. Даниил пишет, Аллилуйя. Слава Христу. Ты творишь и будешь творить чудеса. Аминь. Мы и есть Его чудо. Некогда не прощенное, но теперь кровью Его помилованы. Аминь. Свято пишет Ваш Сын. И мои дети новое творение во Христе Иисусе. Зависимость прошла, а теперь все новое. Аминь. Аминь. Алексей пишет, уже два месяца мы с женой принимаем причастие. Это невероятная сила. Аминь. Алексей, это братья, сестры. Есть сила в крови Христа. Я вот за 30 лет своего православного служения церковного сегодня свидетельствую, что я видел всякое служение. И хорошее, и плохое. Но единственное, источник силы, я это понимаю, и это практикую, и это везде об этом говорю, источник силы для христианина. Это кровь Иисуса Христа. Это рассуждение о теле крови Иисуса Христа. Больше ни в чем другом нет силы нашей. Только в Боге наша сила. И Новый Завет, сила Нового Завета именно как раз в крови Иисуса Христа. Слава Богу. Сила благодати Божьей в крови Иисуса Христа. Свобода через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Спасение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены. Дух, душа и тело совершенно спасены. Есть совершенная свобода. Свобода через кровь Христа. Аллилуйя. Спасение через кровь Христа. Исцеление через кровь Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Освобождение через кровь Христа. Спасение через кровь Христа. Силы тьмы трепещут, они побеждены Дух, душа и тело совершенно спасены Есть совершенное спасение, спасение через кровь Христа Аллилуйя, аллилуйя, аминь Благословляю вас, Данил Боже пишет, аминь, да и аминь, аминь Благословляю вас, да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да призвет на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир Во имя Иисуса Христа, аминь Благословляю всех вас, во имя Господа Иисуса Христа Благословляю всех священнослужителей Молюсь о православных священнослужителях Пусть откроются глаза Пусть будет духовное возрождение Рождение свыше, потому что без него человек даже не увидит Царство Божье Пусть Господь благословит всех вас, дорогие друзья Во имя Иисуса, аллилуйя Ну и напоминаю, что в 6 утра подключайтесь каждое утро До субботы включительно Буду продолжать эту практику вот именно утренних молитв Прямых трансляций с утренней молитвы здесь, из Петербурга Благословляю всех вас, аминь Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя